С первого взгляда кажется, что этот французский аппарат для интенсивной фототерапии похож на солярий. Но это не так. Хотя ребенок и лежит в удобном гамаке в специальных одноразовых очках. Однако круговые лампы, которых здесь 16, имеют более длинные волны. Они оказывают лечебное воздействие и помогают бороться с патологической неонатальной желтухой и гемолитической болезнью. Аппарат фототерапии предназначен для интенсивного снижения уровня белирубина. И если раньше мы прибегали при тяжелых ситуациях, мы прибегали к операции замена переливания крови, ну уже операция, да, это уже звучит серьезно. То есть переливалась часть крови ребенка, водилась кровь донора. То есть это, конечно, очень серьезная ситуация, которая с различными последствиями и осложнениями могла быть. То здесь при интенсивной фототерапии мы можем добиться снижения уровня белирубина, за несколько сеансов. Сеансы длятся от 4 до 6 часов. Их требуется несколько. Ребенку комфортно находиться в аппарате. Специальные датчики контролируют температуру внутри. И если она становится чуть выше, чем нужно, срабатывает звуковой сигнал, затем световой, и аппарат выключается. Начинают работать вентиляторы. На ребенка также прикрепляется датчик, чтобы контролировать температуру его тела. Вчера у нас поступил этот ребенок. Там пошел патологический прирост белирубина. Там больше 8 единиц за час. То есть это уже, конечно, было показание к интенсивной терапии. Потому что сначала мы его положили под обычную лампу. И буквально за 4 часа интенсивной терапии уровень белирубина снизился. Прям здорово снизился. То есть не до критических цифр, практически до нормальных цифр. Это заболевание характеризуется колебанием у этих показателей. Поэтому сегодня утром мы увидели, что небольшой прирост идет. Поэтому еще на повторный сеанс сейчас ребенка отправили. Надо сказать, что в перинатальном центре есть и наши российские фотолампы. Врачи говорят, что их хорошо использовать при обычной неонатальной желтухе. Но для маленьких пациентов с серьезными заболеваниями, такими как гемолитическая болезнь, аппарат для интенсивной фототерапии, дает более быстрый результат и спасает от сложных операций. Олеся Котровская, Игорь Глотов, телекомпания «Город».